то есть меня пару раз ударят и я могу всех вообще порешать очень удобно на самом деле ужас ужас посмотри что-то или что-то впереди его танцует прям ты видел что целуемся о стой погоди а начнулся год это на приоритетной целью противника ах ты выглядит это очень красиво что ты по спине гладишь что это было а давай давай мне лучше повысим уровень я же я же лучше вас вечерочек ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры большинством голосов было решено продолжать прохождение конкой star rail опрос проходил на ютюбе и в моей группе в к кстати подписывайся и поэтому мы с тобой будем изучать этот мир вместе начнем так но прежде чем мы начнем на же тут много всего было что нужно почитать пробитие ледяной уязвимости использование ледяных атак для пробития уязвимости наносит ледяной урон и накладывает статус заморозка который делает цель неспособной действовать и наносит ей дополнительный ледяной урон в начале следующего хода пробитие уязвимости после заморозки сохраняется до следующего действия пробитие электрической уязвимости увижу нее электрическая была использование электрических атак для пробития уязвимости наносит электрический урон и и накладывает статус шок, который наносит периодический электрический урон цели в начале следующего хода. А, понятно, хорошо, разобрались. Пробитие ветряной уязвимости. Это как раз у нас тип такой появился. Использование ветряных атак для пробития уязвимости наносит ветряной урон и накладывает статус выветривания, который складывается и наносит периодический ветряной урон цели в начале следующего хода. Ну, то же самое, понятно. Пробитие квантовой уязвимости. Использование квантовых атак для пробития уязвимости наносит квантовый урон и накладывает статус связывания, который откладывает действия противника И наносит дополнительный квантовый урон цели в начале ее следующего хода Когда противник получает удар, этот дополнительный квантовый урон повышается Пробитие мнимой уязвимости Вот такого еще не было Использование мнимых атак для пробития уязвимости наносит мнимый урон И дополнительно накладывает статус заключения, который снижает скорость и откладывает действие цели Так, пробитие уязвимости Вот, у нас все время уязвимости, то есть мы все время уязвимость убьем Когда стойкость цели равна нулю, она получает пробитие уязвимости При этом увеличивается получаемый ею урон В начале следующего хода стойкость восстанавливается, а пробитие уязвимости снимается А, или вот эта белая штучка, которая над жизнями Уязвимость в начале боя Вот, вот о чем я говорил В своем приключении вы можете столкнуться с разными противниками, у которых есть уязвимости различных типов Используя атаку с сопоставимым с типом уязвимости в начале боя, можно истощить стойкость цели Техника и очки техники Техника особый навык, используемый в разведке, для применения которого нужны очки техники Каждый персонаж имеет собственный эффект техники Разрушаемые предметы и особые расходные предметы могут восстанавливать очки техники Повышать уровень равновесия, чтобы повысить максимальное количество очков техники до 5 Активировать курсор А, ну подожди, ну это я уже все знаю, что у меня Что вы меня душите Так Достижения, даже достижения уже какие-то есть Что это? О, гляньки-то кристаллики дают Так, следы на пути, активируйте следы или поднимите их уровень 3 раза Есть, все, взяли Отлично, дальше что? Вот еще что-то Просто число, используйте диковину оценивающий пистолет Я его не использовал ни разу в жизни Что за дела Ну ладно Завершите миссию Что-то еще, примените базовую атаку Не менее 40 раз Ну, я не вижу смысла тут прям Все досконально изучать Оно как-то по ходу дела будет собираться Так, у нас какие-то сообщения есть, да? Это, видимо, какие-то события События отметок Так, я Так, ты, смотри Ты мне напиши Если ты в этом разбираешься Стоит ли вообще на вот это обращать внимание На новости На объявления Чтоб я вообще Понимал Нужно ли все вот это вот Читать Или оно мне в целом не нужно Чтоб я нормально, полноценно мог Играть Так, смотри Персонаж поддержки есть О, я могу сделать Активировать поддержку Сам себя буду поддерживать И никто мне не нужен, да? Ну, смотри Я просто сильный Я вообще не понимаю В чем прикол Глянь, мы четвертый уровень А на всего второго Хотя вроде по одному уровню Всем давал Ну, давай А что это такое? Хоть бы описали Ну, давай сами себя Вот так И как мне получить Награду за поддержку А, поддержка Выберите персонажа Поддержки Чтобы помогать Другим игрокам Если другой игрок Одержит победу в бою С помощью вашего персонажа Поддержки Вы получите определенную награду Ее можно получить До 10 раз в день Награды будут накапливаться И как только Они превысят лимит Вы не сможете Получить больше наград О, ну берите меня Гантэ Гантэ всегда поможет Так, звездные попутчики Ну, давай Всю команду возьмем А что за звездные попутчики Где тут Должна быть информация Я что-то заблудился Вот тут есть правила Тут нету правил Ладно Нету А, вон они Подожди Где я был? Нет, где я только что был? Не тут Все, потерялся Куда я заходил? А, вот сюда Еще сообрази А, вон правила вверху Тихо Так вот Звездные попутчики Первопроходцы Можут показывать Здесь всех открытых персонажей Другие первопроходцы Могут порассматривать Ваши открытых персонажей В нашем профиле Первопроходца Так, ну понятно И Я смогу о себе написать Окей Давай напишем Как оно правильно тут пишется Вот так Ганте Геймс Он Ю Ю Как Ю пишется Ю Туп А Как тебе мой уровень Английского языка Так, и Что мы имеем? Смотри, книги Там были книги Раз мы начинаем с тобой Все это изучать Водный путеводитель по космической станции Водный, так Читаем Водный путеводитель по космической станции Предыдущая версия Написана коспошой Герты В настоящее время Больше не распространяется Из-за плохой верстки Добро пожаловать на космическую станцию Герта Если ваши поиски жизни Стали распространяться на всю вселенную Или Если вы сомневаетесь Действительно ли споры Об универсальных истинах Имеют право на существование Если вы стремитесь Воспроизвести Исходное состояние галактики Если вы одержимы Символами и свитками Еще раз добро пожаловать На космическую станцию Герта Знания и ответы Можно найти здесь Среди многочисленных Неизвестных и переменных Вам дадут мотыгу Чтобы раскапывать ответы Которые вы ищете Однако Чтобы погрузиться В захватывающий процесс Необходимо сделать простой Основополагающий шаг Стать исследователем Если вы Читатель этого документа Являетесь всего лишь Любителем астрономии Мы просим прощения Поскольку ваше исследование Космоса закончилось Как только вы начали Это путешествие Пожалуйста Насладитесь вашим Приключением в полной мере В приемном зале Возможно ближе к знаниям И интеллекту Чем сейчас Вы уже не будете Новая версия Написана ведущим Исследователем Астой В настоящее время Распространяется на космической станции Добро пожаловать На космическую станцию Герта Тайны вселенной Это тема Которой многие ученые Посвятили всю свою жизнь Она одновременно Сложна настолько Что невозможно Полностью писать Одним языком И при этом Настолько обозримо Что любой может Везде обнаружить Ее проявление Как бы то ни было Разбросанные во вселенной Существа Вместе нарисовали Ее величественные творения Под названием цивилизация Когда мы отправимся В путь Следуя его Разрозненным намекам Мы поймем Что они неизбежно Указывают на те же Самые путеводные звезды Очаровательный И чарующий Этот путь Привлекал многих Исследовать Искателей знаний И они посвящали Свою жизнь Поиску истины Эта космическая станция Герта Представляет собой Затененную дорожку Построенную на пути Поиска путеводной звезды Мы подбираем Фрагменты Утерянной симфонии Чтобы воспроизвести Пир славного прошлого Мы расшифровываем Сущность Неизвестных технологий Чтобы увидеть Ослепительный блеск Кристаллизованной Мудрости цивилизации Ученые Это люди Лодки Которые плывут Через бескрайнюю галактику Границы ее просторов А ответы Молчаливо ожидающие По ту сторону Лучшая мотивация Для их продвижения Мы надеемся Что вы сможете Погрузиться в очарование Неизведанного И острое ощущение От познания На борту Космической станции Герта Подача заявления Пожалуйста Напишите нам по шаблону Представленному На нашем официальном сайте И мы предоставим вам Место для посадки Из-за большого количества Ожидающих посетителей Ответ на ваш запрос Будет дан примерно Через 180 рабочих дней Места доступны Для посещений Космическая станция Герта Космический лифт Космическая станция Герта Приемный зал Примечание Каждому человеку Будет отведено 30 минут на осмотр В исследовательские отсеки Ход строго запрещен А че так много читать? Серьезно? Рукописи Герта Книга Герта Члена общества Гениев номер 83 О вселенной Эонах Фракциях И обо всем остальном Финансируемой Корпорацией Межзвездного мира Это то О чем я хочу написать Одинокие зоэоны И их слепые Последователи Ужас какой Предисловие Предисловие автора В тот день Клео из Кандилеографии Спросил меня Что ты хотела бы Написать для вселенной Я ответила Ничего Тогда она заявила Нужно написать Хотя хоть что-нибудь Это требование КММ По правде говоря Я никогда не задумывалась Об этом У общества гениев Есть свои правила Мы редко делимся Чем-то с внешним миром Какое нам дело До того Что происходит во вселенной Мы изучаем Мы открываем Что делает нас счастливыми Этого достаточно Даже если во вселенной Разразится война Нам с нашими способностями Не составит труда выжить С другой стороны Что с того Если я напишу книгу Не знаю Вообще-то В истории общества гениев Я не единственная Кто задумывался О написании книги Зандар Член общества гениев Номер один Написал книгу И Айден Член общества гениев Номер 22 Изобретатель формулы Из девяти слов Тоже создал свой труд Насколько мне известно Скрюлум Член общества гениев Номер 76 Несколько янтарных Эр назад Написал небольшую книгу О том Как научить дворецкого Поддерживать сложную Систему управления компьютером Великая Нус Эон эрудиции Хранит всю информацию О своем теле Это ведь тоже Форма письменности Верно? Поразмыслив об этом Я решила Что написание книги Не такая уж плохая идея На прошлой неделе Корпорация Межзвездного мира Направила до ко мне Человека Передавшего Предоплату за книгу Я была шокирована Увидев количество нулей В чеке И тогда я серьезно Задумалась о публикации Сначала я должна Объяснить Сейчас я хочу раскрыть Своё истинное я На самом деле Я хочу написать книгу О вселенной Эонах Фракциях И многом другом За последнюю янтарную эру Я часто взаимодействовала С другими мирами Сотрудничала с КММ Помогала Сяньчжоу Бороться с чудовищами Собирала коллекцию Звездного экспресса Возилась с садом воспоминаний Все это отличается От моего опыта В прошлых эрах Я поняла Что действительно Интересно во вселенной Это не бездушные Правила и законы А философские Воплощения эонов И группы И глупые людишки Которые собираются Вокруг них Это то о чем Я хочу написать Одинокие эоны И их слепые последователи Надеюсь читателям понравится Спасибо корпорации Межзвездного мира За содействие Когда знаешь Вот сбиваешься Когда читаешь И какой-то момент Сбился Все Сосредоточиться Уже нереальным Журнал учета диковин Досье диковин Который вела Аст Доступный бесплатно Для всех исследователей На терминалах станции Ой Это что так Что так много Но это же наверное Надо знать А запись номер 1 Досье номер 21 Название диковины Звездный щуп Примечание сугубо Коллекционный предмет Исследования запрещены Досье инструмент Изобретенный Исследователями Герта Для изучения Геологической структуры планеты Основной материал 108 элементарный металл Погибшей планеты Корпус диковины Спускает мерцающее Синее свечение Полностью закрывающий предмет На конце щупа Расположен датчик Указывающий направление Откуда пришел держатель Вне зависимости Отвертости Геологическая структура планеты Даже легкого касания Звездным щупом Ее поверхности Достаточно для получения Обширных данных Для исследователей Палеон Планетологов Щуп является Своего рода Святыней Сопустующее исследование Первый четверг Исследователь второго уровня Отдел галактической географии История создания Звездного щупа И его будущее Второе Миза Исследователь второго уровня Отдел галактической географии История разработки Звездного щупа И его нынешнее состояние Заметки исследователей Звездный щуп, о нем мне стало известно еще до того, как я ступила на борт космической станции Теперь я наконец увижу его своими глазами Вейн Шилен, отдел прикладных искусств Звездный щуп Считается даром, что лучше всего символизирует щульта любовь Щуп укажет ей желаемое направление и поведет о моих чувствах Имени указан отдел галактической географии Я знаю, что ты затеваешь, не сомневайся Бернард, отдел галактической географии Татья номер 056 Название диковины Звездный свет, не функционален Примечание, во время вторжения легиона антиматерии диковина была повреждена Заявки на проведение исследований не подавать Крошечная, изящно украшенная коробочка с девятью выдвижными ящичками на каждом из четырех сторон Кроме верхней и нижней грани Простите Снаружи чисто и без дефектов В каждом ящичке содержится светящийся кристалл Еще его цвет соответствует одному из цветов звездного спектра В настоящее время диковина полностью не восстановлена Сохранилось лишь несколько оригинальных частей Сопутствующие исследования Первое, Сара Исследователь четвертого уровня, отдел откровений Использование технологии спектрального изображения для изучения содержащихся в звездах сведений об ионах Второе, Исследователь второго уровня, отдел прикладных искусств Исследование помехоустойчивых изображений звездного света Заметки исследователей Я в ярости Передо мной в очереди было всего два исследования А легиона антиматерии взбрело в голову уничтожить эту штуку Имели отдел откровений Почему отдел откровений так и тянет к этой диковине По мне так это из-за вас Она не работает ими не указанной отдел прикладных искусств Досье номер 148 Название диковин Ракушка смешнявка Вот ее я помню Примечание не подвергать воздействию воды Досье Отполированная раковина Покрыто изображениями планетарных колец Если поднести ее к уху Можно услышать как тихий голос в отдалении Рассказывает анекдоты До тех пор пока слушатель не засмеется Существо из раковины будет немедленно напитывать его своей силой За получившие таким образом силу Обреченные на смерть от невероятно сильной депрессии Согласно легенде Три прошлых обладателя раковины Все еще живые стали затворниками Сопутствующие исследования Так как данные устарели В скором времени будут инициированы новые исследования ракушки смешнявка Сопутствующие документы удалены Следите за обновлениями Заметки исследователей Благодарю волшебная ракушка Если бы не ты Что бы я делала в момент отчаяния Мэр отдел откровений Что не так с этой штукой Что за ерунду она несет Как она должна успокаивать У меня давление до небес взлетело Вэнь Ши Ци Отдел прикладных искусств Давайте сменим название на ракушку Смешнявку повреждено Ведущий исследователь Аста Когда ждать обновления Джоана отдел медицины Господи Слушай Если так много читать Это вообще нереально Нужно ли оно Смотри Давай сделаем так Я сейчас Не буду больше ничего читать Потому что мы потратили Очень много времени На вот эти все Ты мне потом Напиши в комментариях Есть ли вообще смысл О Якорь это хорошо Опа Тихо Мы можем открыть Спаситель не авторизован Герта И люк не открывается А подожди А как мне Как же я увижу Какой он Но я не увидел Какой он Ты мне напиши В комментариях Еще раз скажу Давай вот так Стоит ли вообще читать Вот эту Кучу книг Может вообще В них нет смысла Типа они так просто То есть Мне не обязательно Прям на нее смотреть На эту книгу А там уже Если действительно Обязательно Ну то будем все читать Если не обязательно То естественно Не будем мы Это все Вот так вот Зачитывать Зачитываться И всматриваться В каждую книгу Которую найдем Не авторизован Ну и пойдем О Здравствуйте Побежали О Лазит Смотри Я вот сейчас Эх Хотел его обмануть Не обманул Он меня Увидел Так смотри Так все смотрим Ветер Ветер Это вот эти Ветрюганы Ой А если я два раза На него нажму То ты уже Работаешь Ну стреляй Ага Минус один Так И нам нужны Мне нужны вот эти И я вот так делаю И вот так делаю Оп Красиво По красоте Тихо Блин я не успел Я нажал Я нажал Давай Так Подожди И что это делает Эээ Давай вот так О Красиво Чи На Сука Так Козел Встал Смотри Нет Подожди Подожди У меня же тут есть Все штуки И тебя Сразу нажму Эээ Так На кого На кого Спользовать Давай А по площади Фигач всех Мы еще их победим Нас не одолеть Мы слишком крутые Ага Так Какого бы ударить Двух ударю Тут удобно Что это видишь В бою Оно все восстанавливается Блок из машины Что это Я что-то получил Какое-то достижение Опять Да Смотри Что-то есть Что вам получить Достижение В натуре Достижение Пробейте Уязвимый Спортивника Три раза Используй Перевопроход За пути Разрушения В одном бою Да Пожалуйста Я вообще Легко Получаю Достижение Это Моя Особенность Я прям За достижениями Готов Погоняться Только в путь Рукопись Так Смотри Я сказал Что читать Не будем В комментариях Мне напиши Стоит читать Или не стоит Читать А то мы так Вообще Никогда Не сможем Поиграть Что тут Опа Сундук Ничего себе Вы спрятали Сияет Говорит А кто А Март Март Я запомнил Что ты Март Марч Если быть Точнее О Жизнь Взял А нам сюда Отталкивающий мост Отключили Да Что Как-то Задержать Врага А ну Вот я Включил Мне теперь Нужно Выключить Его Да Чтоб Враг Не пробежал Или мы Всех врагов Всех врагов По пути Истревляем Э Дурила Я тут Сырь Смотри На меня Зырь Сюда Сундучок Потихонечку Опыта Зарабатывать Смотри Оп Вот можно было Их так убивать Быстро Без вот этих Вот Подожди А что они Не замор Заморозьтесь Вы что Суки Так Подожди А в чем В чем разница Никакой разницы Да Для него Давай вот этого Тогда Вот Для него Есть разница Бей его Правильно Правильно Во Так Давай Защищай Он цель Защищай Все Ты защищен А вот этого Мы вот так Красиво А почему Крестик А Нету Этой Хорошо Бей тогда Одной А что он Так В отключке Победили Супер Не понял Что произошло Но мне понравилось Мне понравилось Просто я не понял Почему они Не заморозились Я же Стреляю Замораживаю Вы что Вы что Меня обманываете Эй 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 Этой Блестящие Штуки Это световые Конусы Я думал Такая редкость Есть только у Корпораций Межзвездного Мира Нет, световые конусы это технология садовоспоминаний. Они позволяют носить с собой воспоминания, очень мощные усилители. Слышал, что корпорация много заплатила за право на их использование, но я понятия не имею, как Герти удалось заполучить их себе. Они были приобретены законным путем, это все, что я могу сказать. Возьмите, они очень пригодятся в бою. Какие-то карты? Световые конусы. Улучшайте характеристики персонажа. Если путь владельца соответствует пути светового конуса, то он получает особые способности. Понятно. А, я уже взял, падение небес. Следующие эффекты действуют только для персонажей пути разрушения. О, то есть для меня. Урон базовой атаки и навыка владельца повышается на 20%. Редкая сила, сконденсированная из времени. Именно из всех незначительных мгновений сплетается великолепная судьба. Для всего умирать так же, естественно, как рождаться. Время разрушает все, обращая осязаемое в пыль. Так, откройте меню персонажа, чтобы увидеть световые конусы. Так, делаю. Еще ж не прошли обучение, это какой-то кошмар. Выберите первопроходца. Выбрал. Зайдите в меню световые конусы. Выбрал. Зашел. Световые конусы повышают характеристики персонажа. Так, я их вижу. Сочетание светового конуса и пути персонажа может активировать сильную способность светового конуса. То есть, вот указанные эффекты действуют для персонажа пути разрушения. Наложение уровня 1. Хаос, урон базовой атаки и навыка владельца повышается на 20%. Редкая сила. А на этом мы все читали. Понял. Экипируйте персонажа Ганте световым конусом. Это вот она, да? Я и уровень уже могу повысить? Нет, не могу. Все, я все сделал. Цветовые конусы. Сейчас мне скажут все то же самое. По сути, да. Так, мне еще говорили в комментариях, что можно сменить озвучку. Чтобы она поприятнее была. Потому что, говорят, английское не очень-то... Ну, сам вспомнил это after all. Вот эта вот хрень, которая была. Так, это что? Новый материал для чтения. Ой, блин, опять для чтения. Сколько же тут можно читать? О, экран. Картинка на экране не очень четкая. Похоже, что некоторые элементы дисплея повреждены. А, да, серьезно? Да там все ровно, что ты врешь? Там все хорошо. Так, нам туда можно. Там что-то может быть хорошее. О, я же говорю. Почему же мы не должны это все собирать? Блин, а не прыгать здесь как неудобно. О, она шифтит постоянно. Я уже не держу, а она все бежит и бежит. О, вот это мне. Спасибо. Щедро. Поэтому мы уже добрались до лифта. Было не так уж много монстров. А я туда хочу. Ух, наверное, не надо было этого говорить. Может, навлеку неудачу? Это точно. Но как мне попасть сюда? Ты поздравил, Ломар. Все-таки кто-то будет. Это что такое? Меня чуть не зацепил. Это что за дела такие? Ну-ка, разберись с этим конем. Что за прикол? Так вот, потом сменю озвучку. Там надо просто скачивать дополнительные файлы. А столько скачать как-то не очень сейчас удобно. Поэтому я скачаю потом и поменяю озвучку, наверное. Так. Это босс какой-то. Это прям босс. Нифига себе ты легаешься. Дополнительное. Чего? Подожди. Ганте становится целью противника, который готовится провести мощную заряженную атаку. Да я вижу, он что-то уже замахнулся. Что, с ума сошел? Используйте навык Март-7, чтобы дать щит союзнику, который является приоритетной целью. Пожалуйста, спаси меня. Он сейчас как в меня забодает. Используйте детали боя, чтобы увидеть подробные характеристики персонажа. Мои? Детали боя позволяют увидеть технику усиления и ослабления персонажа. Нажмите, чтобы посмотреть информацию о противниках. А, ну это правильно. И что? Что я тут должен увидеть? Я и там все это видел. Куда мне смотреть? П-п- А, тут о них почитать можно? Прикол. Войн, которому еще предстоит погибнуть, при работанной в кузне войны и наделенной печатью силы разрушения, антиматерия завершает их тело, а античастицы отражают повсюду. Отражаются. Основные боевые единицы легиона антиматерии, они агрессивно воплощают волю разрушения и действуют в соответствии с ней. Это такой же дурачок, да? Да? Продукт легиона антиматерии, использующего кузню войны для переделки и объединения остатков павших воинов и левиафанов. Хотя они относительно редки, они обладают как интеллектом воина, так и силой и подвижностью левиафана. Его крик может призвать большое количество рейнджеров пустоты. Так, ну и... И что? Мне вот сюда, типа, смотреть? То есть его, получается, разрушение бьет, ветер и еще кто-то. Ну... Я могу вот так только сделать. Больше у меня вариантов нет. Сейчас он меня как стукнет. О, я использую. Во-во, правильно, защищай меня. Сейчас мы его козырем этим завалим. У меня червец, сука. Лови. Все, я победил. Слушай, а что босс такой жирный? Это ж какой-то... Это ж какая-то жесть. Какой-то очень жирный. О, я использую. Сразу. Тоже, лови. Нормально, нормально. Сейчас мы его загасим. Уже половины нет. Ой, он отключается. Супер. Можно его потихонечку набивать. Давайте, потихонечку. А он очнулся. Все, все, беда. Нормально так отнимать, я скажу тебе. Да, подожди. Кого? Опять меня? Напугал. Так, объясните. Смотри, видишь? Я не пойму, сколько жизни тратится. Вот тут жизни никак не влияют. То есть, если одиночная атака, то тут вот, видишь, маленькая часть тратится. Если я выберу вот эту, то уже белая часть посильнее тратится. Но давай, наверное, будем его ослаблять. В любом случае, это нужно делать. Как же иначе? Ну, он какой-то жирный. О, глянь, насквозь меня пробил. Прекращай. Хватит бодаться, сука. Че за дела? На тебе, я еще стрельну. Вообще, ей нет смысла стрелять. Давай его пробивать до конца. И вот эту сразу свою используем. И меня потом использую. Всех используем. Стреляй по нему. Давай, гаси его. Своими кроликами, да. О, и я следом. А это нельзя пропускать, да? Это ролики, они так и должны быть постоянно. Так, подожди. Сильнее снимает. Одиночная атака. Ну, давай, одиночная. Все? Вот так вот. Ишь ты. Проиграл? Конь. Иди отсюда, козел. Не нужен ты мне тут. О, ребята. Жопа началась. Вы не можете накидываться на нас толпой. А это кто? О, вертолет. Смотри, летай. Что это такое? Я теперь буду за вертолет этот играть? Нет? Да было бы неплохо. И почему каждый раз так весело выходит? Но вернулись, и ладно. Что за вставка была? Я что-то вообще не сообразил. Ты кто? Март, Даньхэйн, вы через многое прошли. Химеку. Фух, Химеку. Почему ты так долго? Последняя группа легиона антиматерины летела на нас словно саранча. Ты когда-нибудь пробовал стрелять из лука по саранче? Я бы не сама могла никак повлиять на ситуацию. Моя орбитальная пушка способна разом уничтожить целую толпу врагов. Но нельзя ведь просто так взорвать всю космическую станцию. Герти бы это очень не понравилось. Ты в порядке, Арлан? Аста беспокоилась о тебе? Всего пара царапин, но я в порядке. Я немедленно доложу о ситуации ведущему исследователю Асте. Пока. Ты пошел? Пока. А, в натуре ушел. Пока-пока. Привет, приятно познакомиться. Я Химеку, навигатор Звездного Экспресса. Другими словами, она отвечает за то, куда направляется Экспресс. Март ведь не надоедала тебе по дороге сюда. Гантэ, хорошенько подумай, прежде чем отвечать. Более безрассудной девушки я в жизни не встречал. Никогда не видел таких энергичных девушек. В таком случае, лучше не отвечать. Я думаю, она в целом много-много говорит. Пусть будет энергичная. А то в итоге, вот это плохой вариант. А это подразумевает плохой вариант. Поэтому давай ответим нормально. Это же восторг молодости. Мы должны энергично шагать вперед. А он проницательный, правда же? А, правда же? Даньхен. У меня есть право охранить молчание. Эха. Похоже, вы уже подружились. Это вообще моя банда теперь. Поднимите, Астта волновалась за всех вас. Как тут? Химеко пробный. Что значит пробный? Временно вступает в отряд. А, вот почему пробный. И уровень освоения у нас. Так. Опа. Опа. Подожди, это что я сделал? Это зачем? А, то есть я какого? Я... Я и тут могу сражаться так? Жизнь, можно мне, пожалуйста? А, у нас все нормально. Так. Смотри. Я хочу на свой экспресс. Ты кто? Что за сердце держишься? Тут плохо человеку. Что вы тут стоите все? Он за сердце держится. Он сейчас помрет. На помощь. Кто-нибудь? Я тебя спасу. Стрелой. Спину. Так. Да хватит, я не то нажимаю. Потратил. Уже видишь, одна осталась штучка. Так. Бонус атака, если выполнены условия для некоторых персонажей, то во время боя автоматически применяется одна дополнительная атака. Бонус атака, которая также относится к контратаке. Дополнительный ход. Если выполнены условия для некоторых персонажей, то во время боя дается дополнительный ход. Теорус� helicopters. число ходов и во время которого нельзя использовать сверхспособность если навыка некоторые эффекты от навыка во время боя могут срабатывать с определенным шансом который бывает базовым и фиксированным базовый шанс зависит от шанса попадания эффектов и сопротивления эффектом фиксированный шанс не зависит от меня таких факторов периодический урон кровотечение горения шока выветривание наносит периодический урон который не создается не создает крит попадания эти эффекта навыки некоторых персонажей могут снимать с выбранных союзников на ложное ослабление что может стать переломным моментом в бою а да серьезно как удобно это чтобы медаль за то что я почитал почему я хожу напугала мне я я не понял прикол подожди подожди а вот я что-то тут понажимал все пошли пошли насчет это есть о все это главное короче фига у него как цыганка посмотри на нее эсмеральда что это такое что ты с рукой а у тебя какой-то рюкзачок с собой так и теперь куда нам бежать вот вперед подожди нам нужно что-то поискать правильно так мне не трогать я тут главное короче я чё хочу то и делаю авраам бывший сотрудник отдела безопасности я могу с тобой разговаривать нет он не хочет он разговаривать а еще чтение мусорный бак для стран два странных бака для сортировки мусора съедобно для благородных червей несъедобно для благородных червей тут я во всем могу еще узнать космические растения это простейший организм с набором хромосон окей ой подожди а тут а я могу карту вообще открыть не а лучше ей она стреляет издалека по крайней мере тобой тоже разговаривать нельзя и с тобой разговаривать нельзя а зачем вот это тут все нужны для чего вы тут стоите никто ничего не расскажет о лесли наставник мне нужно идти мне нужно найти лесли глупый мальчишка ты что голову потерял ты уйдешь отсюда только через мой труп сейчас я тебя быстро вразумлю и куда это ты ты произошло из этих второго уровня дело так роки и бернард и от опять нет а для чего это я сейчас это тоже самое да а я понял все ничего необычного экран возле экрана приклеена небольшая заметка случае чрезвычайной ситуации немедленно свяжитесь отделом безопасности понятненько рекламный щит добро пожаловать на космическую станцию герта следующий равнодушным женском голосе рекламного бота невозможно услышать даже не намек на гостеприимство о ты снова можешь разговаривать эмиль успокойся подумай чтобы она сделала в такой ситуации выпила 10 чашек кофе или таблетку или может быть спряталась в комнате полностью мистических свитков эонов это горький кофе такой горький чертовски горький где же ты сестра мне так страшно зачем это слушаю из этого даже ничего не дают виды галактики татаниоды как тут много всего это что так стол стул эргономичные столы и стулья могут регулироваться для комфорта людей вы ты куда есть читать пауков телепатов бавиру камни собак кошек абактамина кошек пород рэгдал рэгдал это красиво кстати кошки я недавно них узнал вишка я молодец знаю про всяких кошек так тут у нас что то есть что можно взять а туда можно еще вниз спуститься ты прикинь и вообще в этой стороне не был о еще что-то взяли смотри если ты мне скажешь что можно читать и точнее что нужно читать это все а у нас пол серии будет читанина я сколько всего набираю предзащита исследования чего она вообще нужно так и вот я тебя прошу что ты не в комментариях написал стоит ли вообще читать вот это все и если тут какой-то конец в этой игре лукач в этот момент все мы исследователи спрятали здесь но не за 2 но задумывался ли ты ли кто-нибудь от нечеловеческой жизни оставшись на космической станции да они являются частью коллекции диковин но разве они тоже не считаются живыми существами разве они не имеют право на защиту нечеловеческая жизнь коллекция диковин защита прав давай вот так спросим да не человеческая жизнь живые существа но не люди поскольку некоторые из них были классифицированы как диковин они размещены на космической станции но большинство исследователей игнорируют их базовые права даже сейчас перед лицом смерти они мысль все также ограничено а я лукач выдающийся исследователь отделок галактической геополитики герты должен разбудить притворяющихся спящими если вы заинтересованы в том чтобы присоединиться к делу пожалуйста встань рядом со мной и повторяйте за мной защитим право диковин спасем нечеловеческую жизнь все вместе защитим право диковин зачем право диковин спасем нечеловеческую жизнь давай ты молодец друг следуй по моему ритму и произноси это громко и уверенно защитим право диковин спасем нечеловеческую жизнь да давай и чё еще мне чё за дадут или нет или так просто пустословием ходим хинкель а я могу выпрыгнуть отсюда так-то красиво ляку корабль охренеть чё у нас такой большой так вы тут о чем будете говорить ган ты видишь это шейла история всегда повторяется история ган я впервые вижу космическую станцию в таком хаосе шейла когда мы столкнемся с еще одним таким ужасным кризисом если ты сможешь спасти свою родную планету ты вернешься и спасешь нас одна планета моя родная планета и не понимаю чего говорите неважно если бы шейла могла услышать это она бы поняла чего ты несешь дед к этой ересь и тебя еще можно послушать верно верно бессмысленная держимость обижен обиженного духа превращается в осязаемую руку и тень былого бедствия скроет небеса это именно то что было написано на мистической свитке ионов это относится к последователям нанука иона разрушения использующим антиматерию для создания галактического орудия войны и не думала что мне сам посчастливилось стать свидетелем ха 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 о ты тоже пришел со свидетелем силы и чудо ионов тогда проледи вон туда там есть подходящее место куда но куда будет но когда будешь наблюдать остерегайся любых помех со стороны своего смертного тела вы должен уловить каждую деталь когда появится и он нельзя упустить ни малейшие детали хе-хе-хе куда идти шо мне дичь задвигаете я сейчас просто пособираю все что можно читать удивительно что вы втроем молчите так подожди я уже заблудился так на вот сюда нет подожди ах ты сука радио из локационное отслеживание снарядов в норме частота сигнала телеметрия необычно высока поддерживать на нормальным поддерживать а нормальном уровне наши измерения предсказывают что легион вот-вот обрушит более 10 волн непрерывных атак всем приготовиться постам и вернулись я рада что с вами все порядке она рассказала мне ситуации в зоне охранения и о своей травме спасибо за вашу помощь во время беса я все больше и больше понимаю что исследователи космической станции является ее самым на ценным ресурсом вы мы были плохо подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям игнорировали развитие наших охранных и боевых отделов с другой стороны весь экипаж звездного экспресса выглядит необычайно опытным какова текущая ситуация на космической станции пока все под контролем повреждение нашей системы безопасности было незначительным захватчикам удалось изменить лишь небольшой объем данных поэтому это было легко исправить главная угроза в исследованиях в исследователях они полностью доверяют госпоже герти и не ожидали что космическая станция будет атакована легионом сломлен дух намного хуже сломленного тела давайте поговорим с исследователями в такие времена мы не можем допустить происшествия на космической станции ты пытаясь ты пыталась связаться с герты и отправила несколько писем не ни на одну не было ответа ты знаешь ее химеко космическая станция всего лишь склад для последователей и диковин ей на самом деле все равно это я знаю но ничего я тоже отправлю письмо герти скажу что мы доста доставили диковин на которую она ищет рейсе хотя бы это она сможет хотя бы это сможет ее заинтересовать это было бы весьма это бы весьма помогло где подождите где паровоз я хочу покататься на паровозе сквозь звезды а совершайте прыжки чтобы получать персонажей световые конусы а все-таки можно прыгать откройте меню прыжок а не такой-то меню как тут много всего с помощью прыжков можно получить персонажей световые конусы выполнить один прыжок и чё это красиво паровоз наконец-то что это заяц хераси крольчатина какая аста персонаж гармония такая чё у меня всё я получил а сколько прыжков они осталось получение сущности а и вот всякие события да то есть я могу всяких тут ребятишек получать но мне по сюжету типа ой подожди а где моё было кого сейчас получал какой код прикольный 9 дней 9 дней 9 дней 9 дней это вот наверное вот здесь мы были до химеку да наверное это она и было так поручаю вам успокоить исследователей блин да мне вот если появятся другие вопросы можно обращаться ко мне или химеку а сейчас я должен с ними ходить и разговаривать я уж там с одним подружился мы уже кричали спасение диковин чего вы так я тут все собираю она вы там не отметили куда бежать да это хорошо я не хочу умирать еще так молода шутя случилось подруга отвечай почему-то вдруг появился легион антиматерии не хочу умирать мама папа мой малыш неужели я вас больше не увижу мне мне тоже еще на рано умирать мне что только не достигнуто она понятно это просто ты не паникуй о вылупки здорово космическое растение а.ф. запах этого растения не самый приятный возможно она продуцирует не кислород да не то я делаю плачет что нам делать они сказали что в зоне хранения монстров а подарок который я приготовила для мастера капота до сих пор находится в комнате анализа в отделе прикладных искусств знаешь на этот раз космическую станцию атакуют десятки монстров и многих из них даже нет записях станции такой раздражающий перестань это говорить эти билет сколько видишь себя как ребенок пожалуйста перестань плакать и покажу тебе на что похожи монстры хорошо молодец расстроил девку ну все эти девчонка плачет но и твою мать так все давай успокоить кручат этих всех о подожди к у нас учета есть а у нас тут куча ребят повысить уровень я себе могу повышать а и могу повышать ой не ту выбрал вот ей нельзя она временная видишь у нас ей тоже не могу повысить уровень 69 сила 89 а какая разница целом какая разница мы все равно в бой должны входить все если бы я тебя только заметил легион антиматерии раньше как ты себя чувствуешь я в порядке это были ничего правда я уже привыкаю на самом деле я должен гордиться этим это напоминание о возможности защитить всех только не говори по ведущему исследователю асти как космическая станция мы не смогли спасти несколько исследователей остальные в порядке в основном легкие травмы но меня беспокоит их психологическое состояние большинство из них прибыли на космическую станцию потому что восхищаются госпожой гертой но теперь они не могут связаться с ней или даже со своими семьями я лишь надеюсь что они все смогут пережить этот кризис что ты думаешь о басте первую нашу встречу ведущий следователь аста показалось мне леди из богатой семьи владельцев большой компании она была добра ко мне поэтому когда она отправилась на космическую станцию я последовал за ней я мало разбирался в исследованиях но я рад что могу защищать защищать этих людей пока они работают ладно тебе нужно немного отдохнуть надеюсь видит а хаос скоро закончится полученные предметы а лень что много чего получили а вову какие-то улучшения сетового конуса уже не уровне возвышения могут значительно повысить все характеристики сетового конуса дел владельца еще более могущественным ай у нас еще телефон есть смотри еще есть телефон а достижение у нас есть за что среди 10 предметов для чтений на косметика станции герта это тоже мы сделали хорошо учили лично еще письмо какое-то другой привод проходит чтобы лучше понять прохождение отзывы первый проход в обыгре помпом подготовил опрос почему бы подводил звезды нефрит для тех которые ответят на вопросы от градов зачем это нажал так я получил там не знаю и нужно было его проходить не забудьте забрать все награды за вход в фонка и старой приложение к этому письму мы желаем вам приятного путешествия гуляю тут наград то много неплохо неплохо а почему я раньше то все не делал предварительная регистрация на фонка и старой награды подвижка социальных сетях благодарим стали сетях пожалуйста опа какую девчонку дали еще а чё раньше что не заходил почему вы молчали что здесь есть почта с подарками так посмотрите писание выделить им чтобы получить кредиты путешествие по небосуду окутному ночной тенью это не странам сюда приходит неожиданно короче просто мне дайте мои деньги и все я закрою это персонажи вот у меня еще а еще дали вот за тоже опрос прошел а не зря значит проходил я вырезал там полная какая-то такая чушь которая не стоит записи экипировать ой подожди а что это такое а я вот это могу усть экипировать а что значит усилить защита владельца повышается на 16 процентов если текущий hp владельца ниже 50 процентов усилить подожди тут как-то все сложно о так смотри это короче не для записи давай выйдем отсюда это это будет муторно очень так вот она новая и чет у меня в отряде эти могу в отряд брать так то для нее только вот это получается да да давай экипировать да она экипирована давай тебе тоже экипируем экипировать а тебе давай экипировать мы прям сильный-сильный ребята все будем и у каждого есть там получается все так и куда нам теперь зря короче тут бегал так я понимаю что нет смысла так вот бегать по всем вот этим ребятам раньше времени пока не скажут мне это делать нужно уходить нужно уносить ноги из этого покинутого нет это невозможно я могу бежать от вчерашнего дня я могу бежать от сегодняшнего дня но завтра всегда будет на шаг впереди вы только посмотрите терминал обнаружения препятствий зафиксировал 142856 атак а в следующий будет 142857 сердце подсказывает что когда я увижу это безнадежно прекрасное циклическое число оно будет означать поэтический конец моего жизненного цикла господи что ты мы все умрем но не сегодня давай все наладится успокойся все только не твердят все наладится не всегда будет так плохо отрицательно положительно отрицательно из отрицательного это положительное мы все время но и сегодня мы все равно не сегодня как проницательно да конечно чем ближе становишься к смерти тем больше ценишь жизнь у меня поднялось настроение спасибо тебя доброе сердце да блин ради бога кто там следующий кому нужно небольшую психологическую помощь провести а тут и не был а тут ничего нет считаю что можно было не ходить так хорошо что у тебя случилось дави на рычаг альфа прости прости я обозналась эти пишу бэтмен большое спасибо мы проводим предварительное тестирование спутникового дистанционное зондирование я буду удерживать кнопку чтобы следить за сигналом а ты нажми на рычаг управления как я уже говорила но сначала поговорим об управлении вверх пиктограмма вниз фильтр влево опорный уровень право оттенюатор предварительное сенсирование состоит из трех этапов включение спектрограммы затем оттеню оттенюатора и наконец вывод сигнала на фильтр довольно много то и все запомнил что не волнуйся я повторю направление вверх для спектрограммы вниз фильтр влево опорный уровень вправо а ты мне не выходить влево вправо и что мы будем делать спектрограмма фильтр а так опора а ты сложно запомнить пиктограмма фильтр опора оттенюатор пиктограмма фильтр ну и что включение спектрограмма оттенюатора и фильтра то есть вверх право вниз вверх право низ чудесно спасибо и не очень помог спасибо исследователи изначально ответственные за это альфред совсем недавно был в зоне хранения и не вернулся забудьте про него он был другом авраама не знаю как ему об этом сказать ох сейчас приоритет сохранить космическую станцию и сосредоточиться на текущей работе журнал путешествий участвуйте в различных событиях и получайте награды отзывайте журнал путешествий чтобы увидеть доступные события выполняйте цели событий журнала путешествий получать и награды так варите миссии освоение чтобы открыть момент вселенского спокойствия защитить осмотр главной контрольной зоны верните кости меньше угроза космической станции кажется находится под контролем если на станции осталось места в которых вы есть вы еще не были сейчас у вас есть шанс пойти осмотреться как только будете готовы до доложите асти это вот мы как раз рынок будущего откроется после завершения миссии конец погребения начала пути на моего еще не проходили вот это мы можем начать испытания презентации талантов потом дальше что это получить о особый звездный пропуск еще один еще один господи тут так много всего у меня куча голова лопнет от такого это что еще такое я не могу ничего получить еще еще рано видимо это получать пятый уровень нужен так ладно поразительная согласованность постоянно события герта для послучения завершить миссию соневер так то есть я ничего чем не могу получить здесь березовы грезы после дошеления уровня освоение 21 пройдите воспоминание 3 зала забвения чтобы получить персонажа центре я могу просто получить персонажа как тут много всего ребят как тут много всего это жесть смотри если до этого прошлый раз мы бегали целом просто пытались рассмотреть игру подожди а как мой отряд взять людей секунду отряд где отряд ты же моем отряде нет где отряд вот это а как я еще могу отряд полон так у меня там много отрядов может быть как как я могу менять убрать вот я могу убрать и кого-то поставить еще а ну ладно потом разберем по первой по первому прохождению которому были первое впечатление мы просто шли и пытались сообразить об она смотри же и такой отвлекся пытались собрать что происходит прекратите я завершить хотел ролик вы ребята садитесь куда я останусь но пойдем подождите подождите дать меня завершить оборонительный щит зоны поддержки долго не продержится нужно поторопиться я останусь здесь вы должны защитить вы поторопитесь мы потерялись связь думаете вернуться напомню это зверь из судного дня разрушитель пак планет легиона это космическая станция творение герты пока лорд опустошитель не вмешивается проблем возникнуть не должно но мы же не можем просто так сбежать верно зверь судного дня можно сорвать оборонительный щит словно бумагу герты здесь нет защита станции слишком слабо чтобы противостоять легион антиматерии как бы то ни было легион получил благословение и он она ну-ка разрушение они пришли подготовленными а мы нет вот почему мы должны уйти и ганты пойдет с нами ганты он настолько важен он тот кто поможет нам переломить ход событий конечно я могу и ошибаться как скажете хорошо что дальше это зона поддержки где работает ремонтная бригада здесь не есть путь ведущий к перрону пойдем туда и встретимся с вельтом господин янг господин янг тоже здесь разве он не оставил не остался на экспрессе звезды экспресс отслеживает наши кареты в режиме реального времени такими огромными изменениями в движении космической станции господин янг и никак не мог этого не заметить я почти уверена что ваш господин янг уже в пути если бы это был только зверь судного дня мы могли бы сами с ним справиться но если появится эмманатор разрушения я не могу эмманатор разрушения так учится что все пройдет не по плану она-то разрушение я тебя спрошу еще раз давайте сначала выберемся я уж потом все объясню ах суки а хорошо мы находились там я просто хотел показать что я такая же тетенька как вот это вот цыганка короче если в первом впечатлении мы проходили так что просто пробежаться посмотреть что за игра тут я решил что нужно все это все-таки в как-то углубиться раз проголосовала много людей что да можно играть но тут слишком слишком все замудрена прям вообще поэтому нужно в этом разбираться я может буду что-то почитать что-то смотреть возможно не под запись вот эти все книги ну ты мне напиши стоит ли вообще это на это обращать внимание а так я думаю что дальше мы будем бежать четко по намеченным целям то есть вот задание бежим и это будет проще нежели будем бегать вот ко всем спрашивать а вы что оказывается к ним вообще бежать было не нужно надеюсь тебе понравилось это видео подписывайся на канал оставляй лайк в комментариях пиши как тебе этот ролик лайк хочет чтобы не пропустить новое видео всего а